Здравствуйте! Меня зовут Василиса Ротару. Я сегодня хочу показать вам сравнение двух тестирований одного и того же человека, 38 лет. Почему я решила сравнивать, я отвечу на этот вопрос чуть позже. Но сначала скажу, что я пришла 9 числа апреля этого года. Я по ее просьбе тестировала дочку. И после этого она говорит, давайте, у меня есть один вопрос, который очень сильно волнует. Протестируйте меня, и я потом скажу, в чем мой вопрос. Но я протестировала, и у меня было очень большое удивление, что у нее все органы в отличном состоянии. И вопросов в данный момент как бы нет к ней. Но я помню, ее последнее тестирование, с чем я буду сравнивать, это 5 декабря 2019 года. Там есть много вопросов. Но я чуть-чуть забегу вперед и скажу, как она сказала, почему она решила сейчас, что она решила сейчас проверить. Дело в том, что около 4 лет назад у нее нашли камни в желчном пузыре и предложили удалить. Она почти была готова это сделать, но оказалось, что она беременная. Ну, тогда как бы отложили эту операцию на более поздний период, пока она не родит и не закончит грудное кормление. Ну, вот, это как бы спасло ее от операции. Но сейчас, когда она все уже закончила и грудное кормление, все, знакомая врач спросила, а когда же ты придешь на операцию? Вот, говорит, мне интересно посмотреть, в каком состоянии у меня сейчас желчный пузырь. Я хочу забегая вперед сказать, что мы не видим камни, есть там желчный пузырь или нет, но мы видим состояние, которое могут сказать, что да, ты должна пройти специальные анализы, чтобы это подтвердить или отвергнуть. Поэтому я у нее сейчас в желчном пузыре абсолютно ничего не увидела. Вот, я и показываю, смотрите, нету ни одного темного, самое, эти кружочки красные, это просто я выделяла очаги, чтобы вот конкретно искать в этих местах, что-то есть или нет, абсолютно ничего нету. Вот, сейчас я покажу ее, вот смотрите, что еще хочу сказать. Вот тут все срезы, все органы и системы, которые протестировали 9 числа. Видите, они в этом списке все зеленого цвета. О чем это говорит? Вот я чуть-чуть забегая вперед скажу, что зеленый цвет говорит о том, что все эти органы находятся в зоне здоровья, нету никаких отклонений. А вот посмотрите, где анализ 5 числа. Видите, тут срезы органы и системы разного цвета. И зеленого, кто-то видит это как бы синим, красного цвета и еще бордового цвета. Это говорит о том, что в этих органах есть маркеры, вот в красноокрашенных срезах, есть маркеры с оценкой 5, а там, где бордовый цвет, маркеры с оценкой 6. О чем говорит это? Это говорит о том, что в этих органах есть маркеры с оценкой 6. И это уже самые худшие маркеры и говорят о том, что в этих очагах отсутствует энергия и орган срочно требует помощи. Я все эти анализы сравнила в таблице, которую я покажу чуть позже. Результаты двух тестирований за 5 декабря 2019 года и 4 апреля 2020 года я свела таблицу, которую вы видите перед собой. Что меня тут сильно удивило и обрадовало. Вот смотрите, справа анализы за 5 декабря 2019 года. Тут по сравнению с анализом за 9 апреля 2020 года ушли, исчезли, сократились много состояний, которые давали ослабление компенсаторных реакций. Например, калькулезный холецистит, межреберная невралгия, холистатический гепатоз, токсоплазма, это уже паразит, полипозный гастрит, геморрой, липомомолочные железы, липограномолеомолочные железы, гепатит токсический, папиломовирус, аденовирус, ринит. Чего мы не видим слева. Это очень хорошие изменения. И справа, слева уже смотрим, остались дифозный зоб, дискинезия толстой кишки и ожирение. Ну, над этим тоже еще надо работать. Это работа не одного дня. Анемию мы тут выставили. Как таковой анемии нет. Об этом нам говорит биохимический гомеостаз, анализ крови ниже. Но тут мы вывели как ослабление на 15%. Это говорит о том, что в этом направлении необходимо еще работать. Ну, это решается правильным питанием и правильным приемом воды. С водой мы проблему уже решили. Спросила, что ты делала, что ты принимала, что у тебя такие хорошие результаты. Я по опыту знаю, что хорошие результаты бывают только, когда человек начинает потреблять качественную воду и исправляет дефектов питания. Добавляет в питание необходимые витамины, минералы, аминокислоты, которые чаще всего мы находим в биологически активных добавках. Она мне ответила, что я ничего не принимала. Я в недоумении даже воду не принимала. Ой, говорит, я забыла. Я принимаю капли инюшина. Ну, всего лишь по две капли на литр воды. Уже больше двух месяцев. Но, кроме этой воды, я больше никакую воду не пью. Вот это был ответ достойный того, какие у нее результаты. И так, немного, несколько слов о каплях инюшинах. Про биогенную воду я уже знаю больше года. Сама принимаю. Принимают мои знакомые, друзья, мои дети. Но, когда я активно рекламирую или же говорю о положительных качествах и эффективности биогенной воды, люди не всегда это понимают правильно. Поэтому наш пример сегодняшний говорит о чистоте эксперимента. И мы, не зная того, нашли сравнение, как работает вода, когда другие факторы не учитываются. Ну, какие другие факторы? Другие факторы, как БАДы, лекарственные препараты и так далее. Тут чисто сравнение, как было до того, и что стало с человеком в плане его состояния после того, как начал принимать воду. Я, как уже сказала, и она мне так сообщила, что она принимает воду только два месяца, уже третий месяц. И только по две капли. Рекомендации говорят, что надо каждые две недели увеличивать количество капель на литр воды. Но она это не знала и все равно получила очень хорошие результаты. Ну, что такое гидроплазма? Это жизненный биогенез воды. Гидроплазма представляет воду в измененном состоянии. Уникальный концентрат способен изменять свойства привычной питьевой воды. После добавления нескольких капель гидроплазмы, простая вода становится биогенной, способствующей запуску в организме процессов детоксикации, омоложения и восстановления на клеточном уровне. Продукт инновационный, не является лекарством, поэтому его можно рекомендовать всем, начиная от детей и до пожилого возраста. Действие гидроплазмного организма человека и ее эффективность заключается в активации внутренних ресурсов организма для улучшения общей обменных процессов. Биогенная вода способствует очищению организма, что мы увидели на нашем примере. Выведение токсинов тоже это подтвердилось. Исчезла интоксикация печени, что положительно сказывается на омоложении человека, подпитывающего внутренней энергией. Ну, продукция сертифицирована. Наши тесты на приборе Маджерик Биотест подтверждают эффективность биогенной воды. Это у меня не первый такой результат. Я уже это давала в своих роликах на канале YouTube. Подписывайтесь на мой канал и получайте информацию первыми. Я хочу сказать, что в любых состояниях организма в первую очередь необходимо решить проблему воды. Не просто воды, а качественной воды. И биогенная вода входит в это число качественной воды, которую можно предложить пить без боязни, что вы что-то не то сделаете для организма. Я вам желаю всем здоровья, крепкого и успехов в ваших делах.